Британцы столкнулись с самым масштабным кризисом стоимости жизни за последние 60 лет. Полки супермаркетов натурально пустеют, а профсоюзы устраивают забастовки. Вот как пишет The Daily Mail, почти 2000 сотрудников крупнейшего порта в Британии, Феликс Толл, отказались работать на фоне роста инфляции и падения уровня доходов. Издание отмечает, что восьмидневная забастовка нарушит цепочки поставок на 700 миллионов фунтов, задержит отправку запчастей для автопроизводителей и приведет к дефициту некоторых продуктов. Пока работники порта требуют повышения зарплаты, полки магазинов начинают пустеть. Хотя это и к лучшему. Зачем себя расстраивать смотреть на всю эту красоту, ведь Англия погружается в безнадежную нищету, что признает уже не кто-нибудь, но Марлондона. И поверьте, остальные страны некогда единого Евросоюза отставать не собираются, ведь теперь началось и в Париже. Да-да, не успел господин Макрон победоносно обратиться к собственному населению, типа денег нет, но вы держитесь, ведь кто-то должен побеждать Путина. Как на Францию обрушился гнев, тут как удобно, то ли всевышнего, то ли всетемнейшего, то есть президента России. Как результат, по словам главы Национального союза картофелеводов, согласно наметившейся тенденции, 2022-й будет одним из худших по урожайности годов за последние более чем 20 лет. По традиции, ужасные подробности уже через несколько секунд. Дорогие друзья, в связи с отменой в России монетизации на ютюбе, этим летом нам особенно сложно, и мы очень признательны вам, потому что только ваша помощь позволяет сейчас каналу работать. Мы будем рады любой сумме. Номер карты вы найдете в описании к этому ролику. Поверьте, ваша доброта не будет забыта, а наша деятельность станет еще более осмысленной, ведь вы сами это видите, самое интересное, по-прежнему впереди. Вместе победим. Итак, все в России знают, что как весна, так Владимиру Путину задают один и тот же вопрос. Почему картошка, мол, подорожала, сил нет, дорогой государь? Обнищали машину после шести вечера, во дворе поставить некуда. Однако, кажется, в этом году данные вопросы куда как в более серьезных масштабах переедет в Париж. Ведь из трех миллиардов евро во столько оценивается, и почему-то не в тоннах потенциальный урожай, Франция из-за засухи может потерять сразу миллиард, рассказал все тот же глава Национального союза картофелеводов. Причем отмечается, что спрос на картофель приходится на три основных сектора. Пищевая промышленность, производство чипсов и также бумажные и картонные упаковки, для которой требуется картофельный крахмал. И что-то вот подсказывает, что пищевая промышленность останется крайней, где цены вырастут больше всего. Правда, это не все проблемы, что ждут скоро французов. Ведь о предстоящем падении производства в связи с рекордной засухой сообщили также представители молочной промышленности и пчеловоды. Например, председатель Национальной Федерации производителей молока Тьерри Рукфей заявил о снижении надоев на 20%. Глава же Союза французских пчеловодов и вовсе назвал 2022 год черным для отрасли. Плюс, ранее сообщалось, что Франция в 2022 может собрать меньше мягкой пшеницы, чем в среднем за последние 10 лет. Пока российские заводы к 22 августа увеличили производство сахара из свеклы, нового урожая почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 73 до 173 тысяч тонн рассказали Интерфаксу в Союз Сахаре. Да еще бабушки этой весной такие заначки сделали, что французам и не снилось. И это точно не конец истории.